Доброе утро, Антонина. Доброе утро, телезрители. Во-первых, я поздравляю всех с наступившими праздниками, но праздников много не бывает. Годы идут, традиции остаются. Сегодня по всей стране отмечают Новый год по старому стилю. В школах Евпатории поддерживают устоявшиеся обычаи. И принято сегодня проводить тематические мероприятия. Но вот как к этому дню относятся творческие люди Евпатории, сегодня мы узнаем у заместителя директора по административно-хозяйственной части Евпаторийская школа искусств. У нас в гостях Александр Цыганов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Скажите, у вас ли сегодня запланированы какие-то творческие вечера? Несомненно, запланированы, так как Старый Новый год. Все-таки праздник считается у нас на Руси, и дети в любом случае будут встречать его, будут праздновать. Школа, да, в любом случае проводит какие-то конкурсы у нас будут проходить. Также я знаю, что проводится конкурс рисунка, тематический, посвященный как раз вот Старому Новому году, который проходит у нас в школе. То есть это есть возможности в школе, да, отметить праздник, прийти в школу искусств после учебных занятий? Несомненно. Там еще отметят, да? Скажите, какие конкурсы? Это городские? Потом идут ли куда-то эти рисунки? Ну, надеемся, что увидят кто-то с местного руководства, я не знаю, как. Ну, будем продвигать, будем стараться продвигать наши рисунки дальше на какие-то вышестоящие конкурсы, республиканские. Я знаю, что ваши дети участвуют, да, в различных всероссийских конкурсах. И всероссийских конкурсах, и республиканских конкурсах, несомненно, участвуют. Сколько воспитанников в школе? Ой, порядка 600 человек. Это достаточно много, да? Да, для школы это очень много, 600 человек, это только бюджет. И также мы сейчас увеличиваем платное отделение, и люди идут, 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 ведут детей, потому что очень много желающих. А раньше это была музыкальная школа? Раньше, до 83-го, до 84-го года, да, была просто музыкальная школа, она была совершенно в другом здании в городе расположена. Была только музыкальная школа. Каким направлением, да, сейчас? А сейчас это уже школа искусств. У нас там и хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства, вокал. Преподавателей хватает, всех хватает, просто дети идут. Да, очень большой состав преподавательский, хорошие детей, также много очень талантливых детей. А в каких условиях учатся дети? Модернизировано ли обучение, если не только с технической базы, а и с образовательной? С образовательной? Ну вот нас, допустим, на 20-й год уже включили, насколько я знаю, федеральную программу по обновлению материально-технической базы школы. Это закупка новых инструментов музыкальных, оборудования школьного, парты, стулья, шкафы, там интерактивные доски. И реконструкция самого здания будет? Как кабинеты выглядят сейчас? Ну, они ведутся, как вам объяснить, ремонты. Да, косметические ремонты в любом случае производятся, это по самим классам. А если считать капитальные ремонты, то у нас в конце 2019 года мы сделали капитальный ремонт крыши. Мы были включены в федеральную программу целевую, и нам сделали крышу. Это радует, что обновление есть, школа все-таки уже не молодая, и мы всегда рады вас видеть в этой студии с новыми новостями, и желаем вам удачи, и еще раз поздравляем вас с праздниками. Коллеги, я передаю вам слово, как у вас этот день начался.